МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водные запасы селита у Днебра-Брагинская водосховища запампуют не меньше, как 20 миллионов кубометров Днепровских вод. Больше, чем лялька. Выстава антикварных, портретных и винтажных цацок открылась у картинной галереи Варила Вашенки. А зараз об этом иншим больше подробно. Старшиня Гомельского облаканка Магина Целовей провел сегодня промую телефонную линию. За три годины на ее поступил 41 зворот. Знос незаконных побудов, организация везда, гандлю в невеликих городах, выделение земельного участка для створения фермерской господарки, ликвидация запозиченности по зарплате, поляпшение транспортных взносин у сельской мясовости. Для каждого из тех, кто потелефоновал, его вопрос является жизненно важным. При этом география звонков оказалась вельми широкой. Разом с гомельчанами до старшиня облаканкама звертались жахары Ельского, Жлобинского, Мазырского, Кармянского, Рогачевского, Ветковского районов. Все пытания, которые Нельга было вырошить непосредственно по час промой телефонной линии, взятые на контроль. В выпадку необходности на месте будут накированы специальные комиссии. Разом с тем, на думку старшиня облаканкама, о шерах огученных проблем, можно было бы вырошить ранее на мясовом узровне, коли бы грамадяне одразу звертались у выконками по месту жахарства. Есть вопросы, которые должны решаться на оригинальном уровне. Люди сегодня ищут помощи и вне своего оригинального нахождения. Отчасти и в республику обращаются, и главе администрации президента, и другим нашим высшестоящим органам. И, конечно, желательно, чтобы на местном уровне. И тогда намного быстрее бы решались вопросы. У Беларуси завтра День Конституции. Традицинно до этого свято во всех регионах школьники, яким исполнилось 14-го года, отремливают свои первые пашпорты. Ауторитетные особы урушаются документы, переможцы Малимпиад, призерам спортивных споборницов. И всем тем, кто не глядяши на юный взросл, уже взробил свою кладу развития Украины. У Гомельска в области, подчас грамадянско-патриотичной акции «Мы, грамадяне Беларуси», свои первые пашпорты отримали больше за 500 юнаковых девушек. Одна из урочистых церемоний отбылась сегодня в Гомельском палацово-парковом ансамбле. Для молодых людей этот день безумовно знаковый хвалюется кожный. Урочистая церемония, якая собрала лепших хлопчиков и девушек зусей Гомельской в области, на годы осенсовать их новое становище – полноправного грамадянина Республики Беларусь. С такими словами до удельников мероприемства звернулся старшиня Гомельского обл. Волконка Магинаць Соловей. Конституция – это наш самый главный документ, который отражает наши обязанности и права. Конституция, которая гламентирует нашу жизнь и деятельность. Молодежь – это наша движущая сила. Молодежь – это тот потенциал, который мы должны сегодня растить и воспитывать для того, чтобы вы являетесь преемниками старшего поколения. Паспорт – это документ личности. Получаю сегодня его, по первую очередь, быть нацелены правами, которые сегодня должны быть и нести ответственность и обязанности. Каждый удельник свят отримал подарунок от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко книгу «Я – гражданин Республики Беларусь», а так само Конституцию нашей краины и в окладке на пашпорт с национальной символикой от Беларусского Республиканского Союза Молоди. За урочистым уручением первого пашпорта сегодня в першиню за весь час с основаниях этой традиции назирали и батьки. У нас переполняют чувство гордости за наших детей, потому что для нас это огромная честь присутствовать на таком мероприятии и получить такой документ в руки нашему ребенку. Очень приятно, что мы получили именно в Гомеле. Мы всегда участвуем во всех конкурсах. Спасибо за то, что оценили наших детей. Очень приятно. Евгения Якуш-Скалинковича у не раз займала высокие места на районных конкурсах до следующих работы риторичного майстерства. Стала третьей и у семых покровских эдукационных читаниях. А кроме того, она у дельник волонтерского отрада «Клопот». В Гомеле приехала разом с обровкой Оленой Малашченко, которая так само отримала сегодня первый паспорт. Олена так само волонтер, только у отрады милосердность. В этом году девчонка заняла третье место на районном конкурсе «Энергомарафон-2020». Я с большим трепетом держу паспорт в руках. Меня переполняют эмоции и чувства гордости. То, что паспорт я получила здесь, в торжественной обстановке, а не в паспортном столе. Этот день мне запомнится на всю жизнь. Очень сильно волновалась, но безумно приятно получить паспорт именно здесь. У сего за час проведения акции у Гомельской области свои первые паспорты отримают больше за 500 девчат и юнаков. Вероника Гамсюкова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». В Лоевском районе распошалось и наполнение Днепр-Брагинского водосховища. Как шагается селита, сюда будет запомпована не меньше, как 20 миллионов кубометров Днепровских вод. Это позволит полепшить гидрологичную ситуацию в регионе и становшим чином адаптится на урожайности сельско-господарших культур. За работами на водосховище надзирали наши корреспонденты. Днепр-Брагинское водосховище увели у эксплуатацию в 1986 году. По сути, это был объект двойного призначения – военного и господаршего. На начале 90-х сховище начали выкористовывать выклюшно для решения сельско-господарших угодов. Тем более, что его объеднали с сеткой миллиардных каналов. Правда, в последние годы водоемы эксплуатации практически не находился. Запампование воды из Днепра потребует значительных финансовых затрат. Вернуться до першопочатковых планов примусила засушливая надворья. Ураджаи, которые пошли отрымливать в Лоевском и Брагинском районах, оказались вельми степлыми. После выделения сродков из областного бюджета, руховики, которые в весь США находились в рабочем стане, запустили снова. Сегодня працуют два из четырех иснующих. Каждую секунду они перепамповывают в канал и далее у водосховище больше, чем 7 тонн ручной воды. Сейчас два насоса. Каждый качает 3,6 метра кубических в секунду. Для того, чтобы наполнить водохранилище на наши планы, нужно около полтора-два месяца времени. Наполнив этим, поднимем уровень грунтовых вод в ряде миллиардных системах. Площадь Днепра-Брагинского водосховища – омаль 970 гектаров. Огульный объем воды, якая может тут утримливаться – 43 миллионы кубометров. Все это водоем наполнить на полову. Одна из причин – узровень воды в Днепре. Перепамповывать ее в великих объемах можно только под час поводки. А в этом году необходимый узровень будет держаться в лучшем случае до первых дней красавика. Правда, есть еще одна помпа, размещенная больше глубоко, и она будет работать и в летний час для поддержки у водосховища постоянного узровня. В Лоевском районе этих земель, которые расшаются данным водохранилищем, порядка 12 тысяч и около 8 тысяч в Брагинском районе. Планируем все-таки улучшить водно-воздушный режим и тем самым получить достойные урожаи, потому что за последние два года наш район значительно не добирает именно из-за засухи. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район. РУП «Гомель Энерго» провела пресс-конференцию, присвященную Дню обороны правов с поживцов. Размова закранула основные пытания, с якими у организацию звертаются громадяне. Многие из них тышатся тарифы за оплату электроэнергии. Так жадающие могут звернуться у «Энергосбы» для перехода на дифференцированную тарификацию по двух або трехчасовых периодах. У «Гомеля» и «Гомельском районе» такой послугой уже скоростался каля 150 человек. И она оказывается бесплатна. Всю работу сделают уже специалисты энергоснабжающей организации. Посмотрят, какое средство расчетного учета установлено. Необходима ли его замена, либо просто параметризация данного средства. Организуют выезд на дом специалистов, которые займутся перепараметризацией, либо заменой. Оформят договор электроснабжения, дополнительное соглашение к действующим договорам. Все начальные показания фиксируются в дополнительном соглашении. Дается разъяснение, как оплачивать за потребленную электроэнергию. Шмат корыстальников неправильно оплачивают кошт электроэнергии в системе ЕРЫБ. После выбора населенного пункта и предприемства «Гомельэнерго» варто перейти в укладку «Электроэнергия» и увести свой собистый рахунок. Выбор опции оплата по слуху в этом выпадку помылковый. Первый – это житовление оплаты коммунального оплатяжу с 15 по 25 кожного месяца. После этого со споживца будет браться пеня. Проблемы могут быть и при оплате у кассе. Так, например, у початку каждого отяпляльного сезона обовязково треба поросить кассира, брать оплату за отяпление. Если этого не заработать, можно выпадково трапить в спис должников. Проверить это можно по сумме у квитанции. Нагадываем, что у сервисно-развлековым центра филиала «Энергозбыт» есть шматканальный номер 49 33 75, по которым можно задать свои пытания или покинуть голосовое поведомление с контактными датинами. Перамовы за мест судового посаджения 1 липня 2020 года уступят усилу изменения законодавства у сферы медиации. Они будут унесены в пять кодексов Республики Беларусь в тем лику кодекса об шлюбе и семьи. Ознайомец гомельских медиаторов с новыми инструментами работы приехали столичные специалисты. Они провели научальный семинар, в рамках которого распавели усе переваги и махчимые шляхи выкорыстания на практице будущих нового ведения. Украине институт медиации яснуе уже 10 годов. Долгий час усе концентровалось у столицы. Однако лидерально несколько лет тому регионы начали включаться у справу. Гомельскую область в этом плане навыц называюсь передовой. Есть медиаторы, которые имеют уже свидетельство медиатора Министерства юстиции, которые готовы работать. И в вашей области их наибольшее количество. Нас это очень радует и, конечно же, мы будем всячески оказывать всю поддержку и методологическую, и организационную, для того, чтобы в вашей области она вышла на тот же уровень, какой уровень сейчас есть в городе Минске. Медиаторы сегодня усе больше привабливают спрошальников. Боголовное адрознение яе от суда у предмете обмеркования. Говорка идея не о правовых позициях боков, а о праворианты выражения конфликту, якие задоволять усих. Если в суде решают вопрос на уровне норм законодательства, то здесь стороны могут выбрать порядок разрешения такого спора. То есть медиация – это будущее в регулировании споров и разрешении каких-то вопросов. Ясча больше упэлненностью гэтым надаюсь будучи изменения у законодавстве краины. Их полновартосными правопримянителями станут минавиты медиаторы. Нововведение закарануть бизнес-сферу. Коли сёня до подачи у суд исковой заявы партпрымальники повинны обменяться претензиями, то в будущем у Громадзянский кодекс уводится альтернатива. Замец претензийной вытворчасти можно будет выкарастать медиацию. Экономичный суд зараз мая права отправить справу упрямерительную процедуру, а с 1 лепеня з'явится вариант накерывания ее у несудебную медиацию. У ЗАГСах краины таксама будуть пропановывать махчымасти урегулирования семейных спрэчек при допомозе медиатору. В Кодексе о браке и семье будет много раз указано на возможность медиации в самых разных правоотношениях, спорах и о детях, и о алиментах. Это подчеркивается возможность внесудебного урегулирования спора. В этом же законе будет возможно соглашение о детях, достигнутое в медиации, утверждать у нотариуса. Сегодня это компетенция только суда. Плюс до того, з'является экономичный стимул не доводит справу досудового процесса. Простей и выгодней будет вырошить конфликт с применением медиации. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадо и компания «Огомель». Администрационные методы узденья не панацея. До такой высновы пришли удержа от инспекции после проведенного анализу аварийности на дорогах областного центра. Только инспектованием в улице и складанием протоколов колькость ДТЗ снизить не отримается, резюмуют удаи. Это резерв в системе мер по регулированию дорожного руха себе вычерпал. Одным из наибольш перспективных шляхов выражения ситуации, на думку уладов, может быть продумана организация дорожного руха и удосконаление дорожной инфраструктуры. Промахшим мы нововведение в нашем наступном репортаже. Обстановка на дорогах «Огомеля» протягивается оставаться складанной. За два месяца и года, упорвануясь с аналогичным периодом минулого, на 30% повеличилась колькость ДТЗ с 23 до 30%. Узросла и колькость загибших их уже двое. В 2019-м за студеней лютой не было ни одного. Про забластный центр проходит несколько транспортных артерий. Найбольшая аварийность означена на улице Советской. И на то есть свои причины. Вздор же ей размешана наибольшая концентрация социально-значных объектов инфраструктуры, гандлёвых и заболевальных центров, кафе, банков, навучальных установ, гостиниц. На тротуарах заусюду великий поток пешеходов. А сама проездная частка – головная транспортная артерия «Огомеля». Улица Советская города «Огомеля» является наиболее аварийно опасной. Каждый десятый ДТП происходит именно на этой улице. За последние 15 лет на ней погибло более 50 человек в результате дорожно-транспортных происшествий. Советская ГТА еще и протяг республиканская автодорога магистрального значения. И для ее характерны несколько проблем. Высокая аварийность, низкая худкость потоку, в середнем для громадского транспорта не выше за 15 км в годину, недостатковая эффективность транспортной инфраструктуры. Мое одно предложение – сделать остановочные площадки для общественного транспорта. То есть заездки, ну такие как карман. Потому что отрели быст останавливаться в крайней правой полосе, а ряд сразу перекрывается. Ну и, конечно, бы в идеале ее расширить, все-таки центральная магистраль города. Я думаю, что полоса для общественного транспорта будет замечательная. В УВД поворачивать туда закрыли. Пускай бы летом откроют, потому что как бы там молодежь вся ездит туда, ну неудобно стало поворачивать. Ну это мое чистое мнение. Однако думки грамадзян не заусюду супадают с бачением профессионалов. Инспекторы ДАИС, уместно со специалистами Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, постоянно вывучают основные факторы и погрозы, які содействуют возникнению аварийно-небеспечной обстановки. Оптимизация дорожного руху на улице Советской по кульсу находится на стадии пропроцовки. Однако основные на прамке реорганизации уже намечены. И они деталево вывучаются на предмет эффективности и рентабельности их укоронения. Разглядается пытание об вделении особной полосы для руху громадского транспорта по всей улице. Это позволит полепшить умовы для маршрутных транспортных сродков и снизить худкость авто за ушчельнение потоку. А кроме этого, плануется организовать однобоковый рух на участку от площади Ленина до пересечения с улицей Селянской. Особная позиция – организация велоруху. Было принято решение на развитие альтернативных способов передвижения. То есть велосипедное движение, общественный транспорт. То есть, в общем, нам надо как-то переориентировать за счет этих мероприятий транспортный спрос индивидуального транспорта на общественное, на велосипедное движение. Такие меры, на думку специалистов, дадут макшимость изнизить транспортную нагрузку, выключить конфликтное взаимодействие с устречных транспортных потоков. Так само для понижения худкости руху авто и гаранты беспечных операходу пешеходами проездной частки на буйных скрыжеваниях плануется уладковать островки безопасности. В настоящее время у руководства города, области и у руководства госавтоинспекции сложилось правильное мнение, что расширять бесконечно невозможно. Сколько не расширяй, люди все равно год, два, максимум три догоняют это повышение пропускной способности. В итоге проблемы только усугубляются. На заключенном этапе будет оптимизованный иснуючий режим працы светлофорных объектов, так званая «зеленая хваль». На даденый момент питание застаётся открытым. Все запланованные для реализации нового веодзения будут вынесены на громадское обмеркование. Руслан Габрилёв, Александр Гамоль, Александр Харлам. По утеле радиокомпания «Гомель». У Гомельским областным управлением МНС подвели выники областного этапа конкурса на лепшее осветление у СМИ, деянности органов и подразделению по надзвышанных ситуациях и выратовальник года за 2019 год. Урочистая обстановка, дипломы и подарунки конкурсантам, к ветке у дельницам и веншаване отношальника Гомельского областного управления МНС. Формат мероприемства включал узнагорожение ауторов и коллективов сродков массовой информации. Лепшее означено в четырех номинациях. Коллектив сектора подрыхтовки информационных программ «Телерадо» компании «Гомель» стал переможцем у номинации за активную пропаганду ведаў о галине безпеки житедейності. А наш колега, керавник информационно-правовой программы «Де факта» Александр Гамоля отрымаў диплом другой ступені у номинации «Лепший аутар». У конкурсі выратовальні года дипломами и падяками означаны керавники предприемствов, работники сферы адукации, старшыні наглядальніх комісій і центраў соціального обслуговання насельніства. Але самым першым падяку выказали грамадзянам, які, не глядяшын на небезпеку, оказали допамогу ближнім, які опынулись ў надзвышайной ситуаціі. Сям'я з города Веткі выратавала на пожары свайгу суседа. А пара молодых непадалёка двёцкий прыбар оказала допамогу водителю, машина якого загорылася пасля ДТЗ. Конечно же, немаловажную роль в пропаганде безопасности жизнедеятельности принимают средства массовой информации. Точнее, я, наверное, даже неправильно сказав, они не принимают. Они активно участвуют в том, чтобы наша Гомельская область находилась на том самом достойном высоком рейтинге оценки в республике. И также средства массовой информации, которые проводят постоянно атаку информационную, для того, чтобы мы всё-таки добились того, чтобы количество пожаров и гибель людей от внешних признаков ежегодно снижалась. Лязгасы Гомельской области открыли сезон нарихтовки бярозового соку на два тыдня ранее звычайного. Продаж предуглежен как в местах нарихтовки, так и на складах. Середняя цена одного литра на дзялянце – 14 копеек. На складе продавца – 21. Реализуют сок у тару покупника. Жигары региона могут збирать корисный продукт и самостойно. Для этого треба покинуть заявку в ближайшем лесничестве. Специалисты покажутся древы, на яких можно выраблять подсошку, проведут инструктаж по выполнению правил нарихтовки и потребованию пожарной безопасности в лесе. Заготавливать самим людям я не рекомендую, потому что много нюансов, как видите, и крона, и здоровое дерево, и диаметр. Поэтому лучше всего обратиться в лесничество, там подскажут, расскажут, всему, как говорится, научат. Проводится и нарихтовка бярозового соку в буйных объемах для предприемцев-перепрацовщиков. С початку сезона им реализованы свыше 12 тонн. Спыняется нарихтовка соку после распускания пупышек на древах. С метой контролю за выполнением терминов и правил на нарихтовке в области проведутся ответные рейды. Фиксовать неправомерный день, не жадающих нарихтовать сок, паза правилами будут фотопастки. Это и другие новинные информации о проектах телерадо-компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова